Серия Kirby одна из самых известных серий игр компании Nintendo, охватывающих более 20 выпущенных игр. Дебютом одноименного персонажа стала игра Kirby's Dream Land, вышедшая на Game Boy в 1992 году. Хорошо принятая игроками и критиками зародила новую эру прожорливых приключений. Удивительная история получилась с Kirby Triple Deluxe. Дело в том, что приставка в названии тройной делюкс полностью характеризует игру. За что же очаровательному розовому желудку на ножках, которого так окрестили некоторые журналисты, Nintendo дала такую привязку в названии? Первое, что приходит на ум, за функцию стереоскопического изображения, которое позволяет окунуться в приключения героя по-новому. Второе, это возросшая в несколько крат силы Kirby, которая позволяет ему обоглащать абсолютно все на своем пути. Ну и третье, это угодить Nintendo абсолютно всем игрокам, от мала до велика. Удалось ли Kirby Triple Deluxe воплотить все эти качества и реализовать их в игре? Давайте разберемся вместе. Сюжет игры незамысловат, но если в предыдущей части вы не играли, то в большинстве случаев Кирби спасает жителей страны снов от прожорливого короля Дидиди, которого в этот раз похищают, подняв все королевство к самым небесам, как это было в сказке про Джека и Бобовый стебель. Игра нам предлагает преодолеть шесть различных миров и разобраться в том, кто учинил все эти беспорядки и, что самое главное, зачем. Каждый уровень приключений игры наполнен всевозможными красками. Наш главный герой обладает одной очень важной способностью — поглощать основных противников на своем пути. В случае, если противник обладает какой-то особенностью, то его можно активировать, открыв тем самым к ней доступ. Так на протяжении всей игры мы будем открывать все новые и новые варианты прожорливого Кирби, который позволяет лучше приспособиться в красочном мире игры. Приобрести новую возможность Кирби так же легко, как и потерять. Всего пару пропущенных ударов, и полученная опилка в виде звезды уже упрыгивает от нас. Ловкий игрок тот, кто не пропускает удары и не теряет приобретенных способностей. Но еще более ловок тот, кто, умудрившись потерять, успевает до ее полного исчезновения себе вернуть. Практически в конце каждого уровня нас будет поджидать мини-босс. Наградой в победе будет являться очередная интересная способность. В процессе прохождения весь геймплей можно разделить на несколько направлений. Применение необходимых способностей для открывания секретов, поиск самих секретов, ну и сбор солнечных камней. В этом случае, собрав все солнечные камни, открывается доступ к еще одному экс-уровню. Пройти на бегом уровне, собрать все камушки вряд ли удастся. И чтобы приключение не стало однообразным, нам предлагают собрать коллекцию брелков, которые вы будете пополнять на протяжении всей игры. Если прохождение уровней у опытного игрока вряд ли вызовет трудности, то поиск секретов и решение маленьких головоломок может заставить потратить больше времени. Отличным элементом геймплея у разработчиков получилось заставить игрока менять приобретенные возможности для того, чтобы добраться к заветному бонусу. А как только вы устанете от поиска и уворачивания от атак противника, разработчики предложат вам пройтись по уровню, пожирая все на своем пути. Чередуя таким образом геймплей и стремясь к идеальной формуле, за которой мы так и любим Nintendo. Начинаешь играть, и потом уже не остановиться. Но не будем забывать то, что Triple Deluxe это портативный платформер, который вышел специально для Nintendo 3DS. Да, именно 3DS. Конечно, новая упрощенная портативная консоль 2DS подарит вам ничуть не хуже удивительных часов геймплея, но все, что может передать консоль с функцией стереоскопического изображения, словами описать уже трудно. Игра выглядит очень красиво. Огромное обилие эффектов просто не дадут заскучать. Большое количество различных геймплейных элементов, постоянная смена перспективы в игре — все это не оставит равнодушным тех, кто стал фанатом функционала 3DS. Со временем убеждаешься, как все это гармонично вписывается в мир игры, и получаешь массу удовольствия от того, что это является частью геймплея, а не простым визуальным дополнением. Не стоит расстраиваться тем, кто отдает предпочтению игры без функции стереоскопического изображения. Игра не станет от этого менее увлекательной, но вы должны знать, что теряете большую долю удовольствия от того, что заготовили геймдизайнеры и художники. По окончанию прохождения основной истории игра вам предложат поиграть в DDD Tour, в котором главным героем станет спасенный нами король. Уровни такого приключения будут подаваться в случайном порядке. Разработчики решили, что проходить такую игру на время будет куда интереснее, но в действительности преодолевать повторно все уже пройденные уровни, пусть и немного усложненные, не так весело. Сделаны они словно на скорую руку и не отличаются особенным дизайном. Использовать абилити король DDDD не умеет, все что у него есть это его молот, а поиск секретов заканчивается накоплением жизней, которые у опытных игроков будут только увеличиваться. Финалом такого режима станет сражение с теневым соперником Кирби Мэтт Найтом. Куда веселее тренировать собственную ловкость в режиме DDD Drum Dash, задачей которого является провести короля в такт музыки по парящим барабанам. Если в первых двух уровнях взять золотую медаль нетрудно, то третий заставит попотеть, но наградой усердным станет дополнительный бонусный уровень. Желание угодить абсолютно всем игрокам очень хорошо заметно на фоне добавленного режима Кирби Файтерс, где благодаря функции стрит пасс можно будет сразиться со своими друзьями, удачно скрасив время в ожидании супер смеш брауз. И даже тем, кто предпочитает одиночную игру в режиме арена, где задачей будет победа над несколькими боссами с ограниченным количеством жизней, самым стойким откроется дополнительный усложненный режим. В процессе прохождения истории игроку будут встречаться помощники короля. Они могут наградить сладостями, пополнив частично жизнь, или бонусом, который может восстановить ее полностью. Если у вас подключена функция стрит пасс, то после встречи с другом, играя в основную кампанию, помощник короля может поделиться с вами брелком. Но это при условии, что у вашего друга тоже есть копия игры. Здесь можно было бы поставить точку, если бы не один самый важный вопрос. Для кого же Nintendo выпустила Кирби Трипл Дрюкс? Фанаты и опытные игроки будут разочарованы тем, что основная история проходится за пару вечеров. Детям же напротив, легкий порог вхождения в игру будет как нельзя кстати. Режим DD Tour, который рассчитывался на фанатов, получился скучным, а драм-даш для тех, кто только знакомится с платформерами, сложный. Есть еще коллекция брелков, которой можно похвастаться перед друзьями, но чтобы собрать ее, нужно провести немало времени за игрой. Даже потраченные монетки не сильно приблизят вас к цели. Для тех же, кто решится преодолеть все режимы, которые заготовили разработчики, наградой станет доступ к видео и аудио в библиотеке игры. Кирби Трипл Делюкс разрабатывался Hell Laboratory, которая придумала и развивала персонажа на протяжении более 20 выпущенных ей игр. Поэтому целью студии было максимально задействовать весь функционал 3DS. Это отлично продемонстрировано элементами геймплея, где необходимо использовать гироскоп консоли, сетевыми сражениями и обмен брелками через стрит пасс, а также глубиной прорисовки функции стереоскопического изображения. Можно ли назвать новую часть приключений одной из лучших серий? Вряд ли. Художественная стилистика и многие геймплейные элементы напрямую позаимствованы из Кирби Return to Dreamland, которая вышла на Nintendo Wii. Основная история проходится очень быстро, а дополнительная с королем Дидиди получилась недоработанной. Кроме того, мы выявили один игровой баг, который проявляется в том, что игра не сохраняла более семи накопленных жизней. Предрелизная ли это ошибка или она будет исправлена с выходом патча, мы узнаем после выхода игры. Несмотря на это, новое приключение для портативной платформы станет одним из самых ярких и удивительно милых игр, которые выходили на 3DS. Запустить игру и заставить себя остановиться будет уже очень сложно. В Кирби Трипл Делюкс хочется играть, открывать секреты, добывать новые солнечные камни, преодолевать новые режимы и соревноваться в мастерстве с друзьями. Не этого ли от нас и хотят разработчики? Так, для какой же аудитории создавалась эта игра? Наверное, для тех, кто просто любит веселые и красочные игры, вне зависимости от своего возраста и игровых навыков. Это был специальный обзор для сайта вебро. Крепкого вам здоровья и хорошего игрового опыта!